МВД Германии Нэнси Фезер Генеральный директор крупнейшей жилищной компании в Германии Рольф Бух заявил, что не может гарантировать своим клиентам тепло в квартирах следующей зимой. Бизнесмен предупредил, что часть немцев столкнется со значительным подорожанием отопления в домах, причем для некоторых съемщиков жилья расходы на отопление могут достигнуть суммы равной двухмесячной арендной платы. Бух напомнил, что согласно заявлениям властей в случае возникновения дефицита газоснабжения частные потребители будут отключены в последнюю очередь. В руководстве крупнейшего немецкого производителя автомобилей Volkswagen возникло беспокойство из-за поставок газа в Германию. Если страна решит отказаться от российского газа, может пострадать главный завод Volkswagen в Вольсбурге. А это предприятие дает работу 60 тысячам человек и является одним из главных мест трудоустройства в Нижней Саксонии. Герберт Дис не говорит о полной остановке предприятия, но без российского сырья компании придется искать другие источники энергоресурсов для производства автомобилей. К другим темам. Правительство Германии разработало план по отмене тестов на COVID-19 в школах. Нижняя Саксония, кстати, уже объявила, что ежедневные тесты и маски в школах должны перейти из статуса обязательных в необязательные в течение ближайших недель. Правила для учеников Нижней Саксонии будут постепенно смягчены. Этим летом немецкий национальный совет по туризму ожидает значительно больше гостей из-за рубежа. Сейчас интерес к Германии как к туристическому направлению чрезвычайно высок. Путешественников привлекают города, природа и культура. Между тем, по прошествии двух лет пандемии и немцы снова стали чаще планировать отдых за границей. Так, 34% опрошенных хотят провести отпуск в Европе, 10% – в неевропейских странах. Всего 48% ответили, что основной отпуск хотят провести в родном регионе или хотя бы в Германии.